Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня я вам расскажу, как можно дать горькое лекарство ребенку. Это будет где-то годик ребенку, два, три, возможно и четыре, если вы боитесь, что ваш ребенок может подавиться горькой таблеткой. Потому что зачастую бывает даже рвота, ну лично моего ребенка. Сегодня я буду давать вот такое вот лекарство, нам прописали. А обычно еще бывают горькие таблетки, это антибиотики и, не знаю, может быть еще какие-то. Напишите в комментариях, если вы знаете. Антибиотики, они просто очень сильно горькие. Вот. И сейчас я расскажу. У нас сегодня пол таблеточки, такая вот половиночка. Мы берем с вами две ложечки, ну старые ложечки я имею ввиду. Ее вот так сюда кладем и нам нужно ее превратить в порошок. Вот. Смотрите, у нас получился с вами порошок. Далее нам понадобится какой-нибудь вот такой вот небольшой стакан, но чтобы внутри вот у него было узенько. То есть не широкий, а вот он, ну узенький такой вот. Обычная такая чашечка для кофе. Все это аккуратненько туда высыпаем. Видите, она у нас там. Берем чайную ложку, берем обязательно чайную. Если вы возьмете столовую, это будет много. Чайную ложку воды. То есть если получится, это у вас столовая ложка, это будет много. Вам придется в два-три приема давать ребенку лекарство. А это очень сложно, когда оно очень горькое. Так, добавляем туда чайную ложку воды. Такую хорошую чайную ложечку водичка. Больше не добавляем. Все. И теперь нам это лекарство с вами нужно растворить. Растворяем. Вот, в целом оно растворилось. Так, теперь нам понадобится с вами сахар. Ну, если у ребенка вашего аллергия на сахар, значит, фруктоза, фруктоза на аллергия, то мед, ну, что-то такое вот сладкое. То, что может там в воде раствориться. Добавляем чайную ложку. Добавляем мы постепенно. Нам понадобится две чайные ложки. Мы сначала с вами добавляем одну чайную ложку. Я пробовала сыпать сразу две. Она у меня не растворяется в итоге. Это чересчур. Надо постепенно все делать. Вот так ее растворяем. То есть, видите, это очень удобно. Если бы это был большой стакан, это было бы неудобно. То тут очень удобно. Кстати, такие чашечки продаются в фикс-прайсе, если что. Они периодически еще бывают. Завозят их. Почти растворилось. Чуть-чуть там осталось. И добавляем. Вы можете попробовать. Но лучше всего две чайные ложки. Если у вас антибиотик, то даже может быть и побольше. Потому что он просто нереально горький. Просто, знаете, вы лизнете язычком. Капельку. Вот прям вот малюсенькую такую капельку. И вы взобьете целым большим стаканом воды. Просто я пробовала. Это ужасно. Добавляем вторую чайную ложку. Но он уже не так растворяется. Немножечко уже сахар остается. Как бы это ничего страшного. Но она более-менее сладенькая. Чуть-чуть. Ну, уже не настолько, пока не менее горькая. Вот. И здесь, соответственно, вот получается. То есть, чайная ложка. Там вот чуть-чуть то, что осталось. Ну, осталось вот. То есть, если бы у вас добавили воды столовую ложку, то уже в три приема даже. В два-в три приема пришлось бы. А тут одна чайная ложка. Это уже легче. Вот. Теперь я сейчас покажу, как ее давать ребенку. Сейчас мы ее с вами дадим. Вот так с вами собираем. Все сгребаем. Все в единое. И вот стараемся зачерпнуть все, что там есть. Даже вместе с сахаром. Вот. И так. А теперь мы наше лекарство даем нашему малышу. Обязательно приготовьте заранее, чтобы у него была водичка. Какой-то мягкий фрукт. Например, банан. И также, конечно же, наше лекарство. Берем ложечку. Дима, бери водичку. Попей чуть-чуть. Вот. Чуть-чуть мы берем. Все это сгребаем. Давай. И сразу запивай. И сразу же даем откусить. Есть что ли? Весь поместился. Вот. Вот так вот мы пьем горькие лекарства. Пили. Диме 2 года было, 3 года. Сейчас он умеет глотать. Но я показала для вас, как это легко можно сделать. Вот здесь, смотрите, у нас стакан абсолютно пустой. Но осталось немножко сахара. Но ничего страшного. Как тебе было? Доживал? Не сильно горькое было лекарство? Сильно был горько. Сильно горько? Но ты перетерпел. Потому что взрослый Диме уже 4 года будет через месяц. Да? Пока-пока. Можно мне сахар съесть? Он же горький. Горький. Все, скажи. Всем пока-пока. Пока. Ставьте лайки. Лайки ставьте. Лайки покажи. Лайки, лайки, лайки. Подписывайтесь. Пишите свои комментарии. Напишите мне в комментариях внизу, какие лекарства горькие еще бывают. Чтобы те, кто будут смотреть... Наоборот, это дизлайк, Дима. Переверни. Вот так вот. Вот. Так вот. Ставьте такие. Чтобы следующий родитель заранее знал, что лекарство горькое. Но лучше всего пробовать. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания. Продолжение следует...